Человеческий капитал основа будущего. В последние годы республиканскими и федеральными властями институту семьи и брака уделяется все больше внимания. В Якутии действует комплекс мер поддержки для приемных семей для снижения количества детей-сирот, проживающих в государственных организациях. Семейное устройство детей имеет очень важное значение. Именно проживание в семье дает навыки для самостоятельной жизни. Как известно, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Однако бывают и дети, оставшиеся без семьи, и это совершенно другая история. Если смотреть статистику, за 22 год у нас установлено было 44 несовершеннолетних, из них 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 23 год у нас уже 56 несовершеннолетних детей, из них 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заботу о детях-сиротах и детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает Центр содействия семейному воспитанию «Берегиня». Учреждение является социальным, куда помещаются дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты и дети, чьи родители временно не могут исполнять свои обязанности или находящиеся в трудной жизненной ситуации. Бывают такие случаи, когда у нас детки остаются одни у себя дома, либо их на улице обнаруживают сотрудники полиции. Это те случаи, когда вызывают у нас беспокойство, конечно, мы детей принимаем, прием у нас круглосуточный идет, есть у нас приемно-карантинное отделение, куда дети первоочередно попадают туда. Центр содействия семейному воспитанию в структуре имеет несколько отделений. Из них три стационарные, другие работают по таким направлениям, как организация методической помощи, проектной деятельности и сопровождение семей с детьми. В реестр внесен и летний лагерь «Виктория». Это старейшее учреждение, которое единственное в республике носит статус реабилитационного. После пребывания в детском доме выпускники интерната проходят постинтернатное сопровождение. Здесь же есть школа приемных родителей, и тренировочные комнаты для детей, которые учатся жить самостоятельно. Также у Берегини есть отделение первичного приема и Центр содействия временного пребывания. Детей принимаем, прием у нас круглосуточный идет, есть у нас приемно-карантинное отделение, куда дети первоочередно попадают туда. С ними ведется работа. Вначале осмотр на предметы телесных, например, повреждения, либо еще что-нибудь. Температура тела проверяется. Заполняются необходимые документы. После этого в течение двух недель мы с ребенком работаем. Это необходимая сдача необходимых анализов. И плюс работает психолог. С момента поступления работает психолог, готовит заключение. Мы начинаем выяснять причину, например, чем мы сможем помочь данному ребенку. Детям, которые не по своей воле попали в трудную жизненную ситуацию, поддержку оказывает непосредственно Центр содействия семейному воспитанию Берегиня. Тут находятся дети, которым не присвоен статус сирота. Их сопровождают педагоги дополнительного образования и психологи. Здесь для детей созданы все условия для комфортного проживания. В основном дети поступают с аудиоактивной тревожностью, потому что попадают в совсем другую среду. Из-за этого мы помогаем в прохождении адаптации ребенка. Содействуем в этом. И для этого мы проводим, для выявления первичной задачи, мы проводим всякие диагностики первичные для выявления проблем. И в основном работа направлена для адаптации, коммуникации, фсоализации ребенка. Дети, проживающие в Центре содействия, посещают школу, общаются со сверстниками, ходят в кружки и секции. Ребята задействованы во многих активностях. Так, например, воспитанники постарше предпочитают посещать спортивные секции. А детишки в возрасте до 10 лет отдают предпочтение творчеству. При поддержке Якутской и Ленской епархий здесь есть также молебная комната, куда дети могут прийти и порассуждать о Всевышнем. Здесь есть не только иконы, но и картины с библейскими сюжетами, а также церковная литература на русском и якутском языках. В общем-то, все делается для того, чтобы дети помнили. Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету. Для развития ребенка важно, кроме удовлетворения социальных потребностей, конечно же, и удовлетворения его биологических. Прежде всего, это полноценный уход, безопасность, охрана жизни и здоровья, и физическое развитие. Условия жизни в Центре позволяют оптимально и комфортно осуществлять уход за детьми. Присмотр за ними в Центре ведется круглосуточно. В зависимости от возраста и учитывая особенности, у каждого есть свой режим дня. Например, у нас воспитатели ориентируются, какой ребенок, какие дети, что им подходит, что им нравится, как заниматься, они все знают. И поэтому наши дети очень любят заниматься именно творить, играть активные игры, играть на сплочение, заниматься валянием, вышиванием. Комната пребывания детей и подростков вмещает в себя в среднем до 4-х человек. Об этом можно судить по количеству кроватей. Здесь все есть для того, чтобы создать уютные условия проживания. Это также и мебель, в которых хранятся личные вещи воспитанников. И, конечно, все необходимое для учебы. Не только учебники и канцелярские принадлежности, но также и специальная техника. Другая история в Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Этот корпус расположен по адресу Можайского, 15-4. Тут пребывают дети в возрасте от нуля до 18 лет. А сегодня что кушал? Кушал. Суп. Салат. Салат. Розовый салат. Вкусно было? Да. Малая. Все скушал? Да. Для чего все нужно кушать? Чтобы быть здоровым. Ой, малая, и сильным, да? Конечно, детям недостаточно того, чтобы они были просто сыты, здоровы и одеты. Здесь оказывают медицинские, психолого-педагогические и социальные услуги. Структура и система управления Центра соответствуют нормативным требованиям. Динамично развивается, располагает необходимой материально-технической базой, которая постоянно совершенствуется и укрепляется. И проводятся мероприятия в комнатах релаксации для психологов, проводятся занятия и тренинговые занятия для сплочения в коллективе. Именно детям подросткового возраста рекомендуется, потому что все своими характерами поступают. Для сплочения именно в коллективе мы проводим тренинги. И для детей дошкольного возраста мы стимулируем, поднимаем мотивацию к обучению, достижению успеха. В ближайшие пять лет главой Якутии Айсеном Николаевым поставлена задача по сокращению численности детей со статусом проживающих в государственных организациях не менее чем в три раза. В этом году тоже индексация базового размера вознаграждения приемным родителям тоже повысилась. Индексация была, да. И индексация единовременного и единовременные выплаты на каждого ребенка принятого семью тоже повысилась. И составляет 32 938 рублей. И у нас есть еще, ну, в Министерстве труда и социального развития разрабатывается проект внесения изменений в постановление Республики Саха-Якутия до 2012 года по предоставлению субсидий на приобретение автомобиля приемным семьям. Ранее было указано, что они имеют право приемным семьям, которые воспитывают 10 и более детей. Единожды выдавали такую субсидию, сейчас у нас будут внесения изменений, ну, вот проект там, да, идет, о том, что они через каждые 10 лет могут обращаться за данной субсидией для приобретения автомобиля. Или, как вы знаете, автомобиль, конечно, в течение 10 лет приходит непригодность. Поэтому вот такая мера тоже очень существенная, я думаю, для наших. И будет очень хорошей поддержкой для наших приемных семей. Любому ребенку нужны близкие и родные люди. Поэтому основным направлением работы центра является устройство детей в семью. Так что, решившим стать приемными родителями, необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Заявителям будет предложен список документов, которые необходимо собрать для получения заключения о возможности стать приемными родителями. Информацию о детях можно получить в органах, а также на сайте Федерального банка данных. Усыновите.ру